Приветствую вас! Вы знаете, вот от вашего текста прямо веет в какой-то такой очень густой неопределенности, очень густой неуверенности в себе, робостью, стихнением, вот чем-то таким на самом деле. Очень сильно веет. То есть, веет настолько, что прямо вот кажется, что чувствуется физически. Чувствуется, что вы не знаете до конца, чего вы сами хотите. Чувствуется, что вам нужна какая-то поддержка, что вам нужна обратная связь, может быть. Чувствуется, что вам нужно, может быть, что-то еще, исходя из того, что вот вы написали. Да, то есть, все это понятно из области предположений, но тем не менее, тем не менее, да. И вот эти все истории, да, то есть, почему вы в себе не уверены, из-за чего вы в себе не уверены, да, откуда такая, ну, неуверенная позиция по отношению к себе, по отношению к другим, да, и так далее, вот, откуда у вас обиды, например, на, допустим, человека. То есть, вот эти все истории, они, их нужно, как-то прояснять, их надо как-то выявлять, да, потому что, ну, очень много неопределенностей. Смотрите, значит, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуацию, мне кажется, я сделал глупость. Смотрите, Лилия, когда вы говорите, что вы сделали глупость, вы себя обесцениваете. То есть, знаете, какая штука, в этом смысле глупость вы не сделали, потому что вы себя не пересилили, не пересиливали, вы себя не превозмогали, с этой позиции вы не совершили глупость. С этой позиции, с этой позиции все очень даже хорошо для вас, потому что вы сделали то, что чувствовали. Правда, то, что вы чувствовали, вы выразили немножечко не так, то, что вы чувствовали, вы выразили немножечко деструктивным путем. Но это уже детали. То есть, вы выразили, это главное. И, коль вы выразили, то это хорошо. Это никак не может быть глупостью. А значит, вы склонны себя обесценивать и подавлять свои чувства. Вы склонны к тому, чтобы стесняться. Возможно, вы склонны к чувству вины, что я себя виню, как бы. Дальше. Я молодая женщина, зовут меня Лилия, мне 36 лет. А вопрос касается моей работы. Значит, в общем, раньше я отец наработал от мужчины, я была у него в подчинении. Работали математиками. Разве он был доволен на работе. Отношения были очень теплые и уважительные. Но так как я была принята временно, на время декретного отпуска, меня уволили. Смотрите. Вы пишите, что ваши отношения были очень теплые и уважительные. Что это значило для вас? То есть теплые и уважительные отношения, это просто рабочие отношения. У меня здесь сложилось такое впечатление, что вы там, ну, как бы, кроме этого, да, что-то еще увидели. Вот. В этом. Ну вот. По моему мнению, мне так показалось. Вот. Я могу, конечно, ошибаться. Я могу, конечно, ошибаться. И поэтому еще раз повторю свой вопрос. Что для вас значили эти, как вы пишете, очень теплые и уважительные отношения? Насколько для вас они, эти отношения, были важны? Ну, были и, возможно, являются важными, да? То есть, как бы, вот это, это момент очень, очень важный. Дальше. Идем. Так, значит, меня уволили. Он не хотел меня отпускать. Мне шеф сказал как-то об этом. То есть, кто именно вам сказал, кто не хотел, не хотел вас отпускать, если честно, ну, вообще не очень понятно. Да, то есть, в том смысле, что у этого мужчины есть шеф, еще над ним, получается. Почему он вам говорит о том, что кто-то там кого-то не хотел отпускать? То есть, как бы, ну, почему так? То есть, человек просто вот, по сути, да, можно сказать, что человек вам просто, ну, передал, передал какую-то вот личную информацию, которая вообще, как бы, его не касалось. Вот. Ну, я имею ввиду, шефа. Вот. Вы, вы поверили, получается. То есть, опять же, да, здесь, как бы, был, ну, испорченный телефон. Я бы так сказал. Вот. И у меня вопрос, опять же, к вам, что для вас, это значило, что вот он вас не хотел отпускать? И значило ли что-то вообще это для вас? Дальше. Я устроился на другую работу, там проработала полгода. Далее здесь появилась вакансия, меня дали на работу, тогда опять. Я работал здесь один год четыре месяца. С этим мужчиной мы сталкиваемся на работе, но здесь мы уже не работаем. В отношениях я замечаю какое-то пренебрежение. Лилия, я думаю, что вам здесь нужно разграничить всё-таки деловые и личные отношения. То есть, ваш начальник, бывший, наверное, странно, странно будет сказать, что он бывший начальник, ваш начальник, он к вам привязался за время того, что, ну, вот, вы работали на него. Вот, он к вам привязался. Привязался он к вам, судя по тому, что вы описали, ну, достаточно сильно привязался. Вот. Как только он к вам привязался, вы ушли. Не говори, что вы специально это сделали, вы просто ушли. То есть, это было вполне, как бы, адекватно. Это было вполне закономерно. Вы не могли, не могли по-другому поступить. К вам, как бы, претензий нет. В этом смысле, да? То есть, вы сделали всё, что нужно. Но. Мужчина к вам привязался. Как бы там ни было. Он к вам привязался. versкновенно. Открывался. Э-э-э, из-за того, что он сам привязался. Ему стало больно, ему стало больно, когда вышли, он испытывал боль. И ему не понравилось то, что он испытывал, как не нравится любому деловому человеку, который вот позволяет себе какие-то чувства. И он принял решение, значит, больше в такие отношения не вступать. Потому что они ему, условно говоря, вредят, да, слишком, ну, слишком, слишком сильно они ему вредят, вот, и мужчине это не понравилось. И вот он, значит, выстроив, выстроив, эм, такого рода защиту против сближения любого, встречает вас, которая напоминает ему о том, что у него было и от чего он отказался. И, естественно, человек пытается теперь принизить. Человек пытается принизить вас, человек пытается принизить, это правда. Это правда. Это факт. Но ему необходимо обесценивать это, потому что ему было, ему было неприятно. Он почувствовал себя слабым, почувствовал себя ничего, ничего не контролирующим. Вы, в свою очередь, что тоже очень важно, вы, в свою очередь, воспринимаете его пренебрежение на свой счет. Из-за чего, опять же? Из-за все того же, склонности к чувству вины, склонности к обесцениванию себя возможным, неуверенности в себе и не совсем верных представлений о том, как выстраиваются отношения с людьми, да, как выстраиваются отношения между людьми и как они развиваются. То есть, вот этого у вас нет, таких, ну, таких вот, таких понятий, такие понимания у вас отсутствуют, к сожалению. Повторю еще раз, повторю еще раз. Проблема заключается не в мужчине и не в его отношении к вам, и не в его поведении, поведении, как вы сейчас думаете и как вам может казаться. Проблема заключается в том, как вы себя воспринимаете. Вот именно себя, как вы себя воспринимаете. Вот в этом и заключается проблема. Дальше. Так. Значит, замечаю, понимаете, что мне обидно, что той теплоты ко мне уже нет. Почему? Почему вам обидно, что нет теплоты от того, что вам сейчас уже не коллега? А может быть ему обидно, что его не назначили работать с вами, как это было раньше. Может быть ему обидно, что вакансия не попалась та, такая. Вы этого не знаете? И мы этого не знаем. Но откуда-то у вас возникла обида? Откуда-то у вас она взялась? Это обида. И обида, Лилия, обида, это ваша ответственность. Я не говорю, что обиду нужно как-то подавлять себе. Я не говорю, что обиду нужно как-то зажимать. Я не хочу этого сказать, потому что это была бы неправда. Это была бы неправда, и это было бы не так. Но за обиду, вашу обиду, которая есть у вас, вам необходимо, вам необходимо брать ответственность на себя. и выражать свои чувства собственные. Понимаете? Вот это то, что необходимо делать вам. Понимаете? Какая штука. Не зажимая при этом обиды в себе, выражая их, выражая обиды адекватно, но как бы исключительно, исключительно осознательной ответственности. Вот. Как это делать, чтобы вы в этом отдавали себе от чего? Далее. Хотя общаются со мной с уважением. Вот, например, на что я обращаю внимание. А почему вы на это обращаете внимание? Мы в кабинете, три девушки. Гадзинация может обращаться по работе-вобросам. У всех у нас в столах имеются внутренние телефоны. Если мы так надо, нам звонить. Нет, по сравнению с ним, он может, как раз почти не звонить. Ну и что? Ну и что, что не звонить. Вот понимаете, да? А как вас это задевает, что он вам не звонит? То есть вот как конкретно вас этот момент задевает, что он вам не звонит? Я хочу это понять. Я хочу это понять. Я хочу в этом разобраться. И я надеюсь, что и вы тоже хотите в этом разобраться. Потому что это важно для вас. Дальше, дальше идём. Так, если от меня что-то надо, он делает почему-то косвенно. Либо направляет ко мне своих подчинённых, либо поручает мою работу кому-то из двух моих коллег. Из этих двух моих коллег. Это означает, что я к вам неравнодушен. Это означает, что человеку что-то вот его за дело. Так вот, что я замечаю. Мы всем можем по рабочим вопросам звонить ему. Когда он не может брать трубку, он обычно по моим перезвонит. Мне никогда не перезвонят. И что, Лилия? Вот у меня вопрос к вам, да? И что? Ну не перезванивайте. Хорошо, не перезванивайте. И почему вы считаете, что он должен перезванивать? То есть вот такая история возникает, да? Такая история возникает. Почему вы считаете, что он должен к вам перезванивать? Ну, вы же не обязаны, да? Друг другу чего-то там? Чего-то там? Не обязаны? Нет. Дальше. А, так. Это идёт с самого начала, как я начинал здесь работать. Хотя я заметил, когда я устраивался на работу, то он был очень рад. Ну, он мог быть рад, потом, возможно, он что-то для себя решил, да? То есть здесь вариантов может быть очень много. Значит, как бы история тут не однозначная. Это совершенно точно. История не однозначная. То есть нужно смотреть и разбираться. Дальше идём. Эм, так. Значит, я не знаю, как объяснить. Я его очень уважаю, уважаем вас всегда. Не знаете, как объяснить, что? Что именно вы не знаете, как объяснить конкретно? Вот. То есть, ну, поясните, поясните, пожалуйста. Поясните, пожалуйста. Чтобы я понял, что именно. Эм, вот. Вы не можете объяснить. Вот. В чем загвоздка? Ну, конкретно. Вот. Вот. В чем загвоздка? Опять. Вы пишите, что вы его уважали. Вы пишите, что вы его уважали. И уважают. Это здорово. Ну и что дальше? Нет. Поэтому такое принадлежительное отношение у меня просто внутри разбирает душу. Вы извините, конечно, но ваше уважение к нему, ну, то есть, вот, то, что вы его уважаете, не имеет ничего общего с тем, что вам разбирает душа. Вот. Это я совершенно серьезно вам сейчас говорю. Вот. То есть, тот факт, что вам это разбирает душа, свидетельствует лишь о том, что вас это задевает. Это правда. Вас это задевает. Но, как именно задевает вас это? Это уже вопрос интересный. На мой взгляд, интересный вопрос. Вопрос. Что именно, вот вы говорите, раздирают душу, да, и так и так далее, вот, что именно разбирает душу, вот это вот нужно, конечно, выснять, выснять, выснять. Ну, на мой взгляд. Дальше идем. В итоге, я решил ему все высказать. А что именно вы решили высказать? Что именно вы можете здесь высказать? Что конкретно вы можете высказать? Дальше. Так. Мне было трудно ему сказать, глядя в глаза, почему, Лилия, почему вам было трудно сказать ему в глаза. Да. Если вы считаете себя правой, да, то есть, если вы считаете, что, ну, что вы правы, что, как бы, ну, правота на ваше броню, что вы, ну, как бы, ну, чувствуете, вот, то, что чувствуете. А, так, почему же вы не можете сказать ему в лицо? Что вы-то боитесь, что вы-то опасаетесь или что? Стесняетесь, может быть, может быть, финаловат. Я написал, что мне очень обидно, что теперь я чужая, чем других уважать больше меня. То есть по факту вы перевесили на него всю ответственность за то, что с вами, значит, происходит. Конечно, он подумал, что вы хотите, ну, что вы имеете на него личный план. Вот, конечно, он так подумал. Потому что по-другому подумать было на самом-то деле нельзя, ибо выглядит это именно так. Какая штука. Дальше. На следующий день он меня очень агрессивно поругал, намекал на то, что я претендую на него в личном плане. Ну, это опять же его защитная реакция. Я ничего личного не имел, мне теперь так стыдно стало. Скажите, я поступила плохо. Не плохо, вы поступили дистанционно по отношению к своим чувствам. А мне нельзя было говорить ему обиду, надо было молчать, а вот здесь вы не уверены в себе. Здесь проявляется ваше неуверенность в себе. Простите, но это так. Вам нужно работать с неуверенностью в себе по поводу того, что вам делать. То есть это, если вы не знаете, что вам делать, то нужно именно получать уверенность в себе, чтобы вы по каждому, по каждому, по каждому вопросу, да, там, не задавали так, ну, не спрашивали на склад. У вас за самой была позиция. Какая-то. Понимаете? Вот. Далее вы пишете, как мне теперь быть. Ага. Значит, смотрите. Как быть, чтобы что? Вот. Ключевой аспект. Как быть, чтобы что? Если в тебе разобраться, это одно, если в тебе разобраться. Если вы хотите, там, условно говоря, с мышиной отношения наладить, вот, то это совсем другая история. Вот. Я, причём, 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 я говорю, это серьёзно. Вот что вы хотите, что вы сами хотите, ну, что и нужно. Но, необходимо, чего вы хотите. Потому что, естественно, я не понимаю. Вы просто от нас, как в какой-то, вот, обценке какой-то, какой-то, хотите. Знаете? Вот. Но мы же не судьи. Мы не оцениваем. Мы могли бы помочь вам разобраться в себе. На такого запроса. Вы не ставите. А на этого вы, просто, вот, спрашиваете, знаете, такую вещь, что для 36-летней молодой женщины, странно, у меня ощущение, что его, вот, спичит ребёнок. Очень такой, знаете, неуверенный, робкий, робкий ребёнок. Ну вот. И обилию вы ему высказали, как ребёнок. Вот это же, такая, классическая, детская реакция. Вы меня не любите, вы меня не цените, вы меня не замечаете, вы меня не уважаете. Вот. Ещё раз повторяю, я вас не обвиняю. Вот не хочу, чтобы вы увидели, что вы поступили неплохо, но вы поступили деструктивно. Ваши чувства никогда не дернутся. Теперь вам стало ещё хуже. Теперь появился стыд. А стыд по стыд появился в результате чего? В результате того, что я, типа, поступила неправильно. Как-то. Так, решим, как именно вы поступили неверно. Давайте поработаем над этим. Разберёмся. Исследуем. Да. И тогда уже вы решите, как вам быть. Тогда вы все увидите цель. Исследуем. свою цель, как бы. Понимаете? Какая история. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Кстати говоря, небольшой такой подскриптум. Обратите внимание на отношения в своей семье. Потому что вот то, что вас волнует настолько сильно эта ситуация на работе, да, вот. Это свидетельствует о том, что в семье у вас все гладко. В одной семье вас не ценят, в одной семье вас не любят, не принимают, используют и так далее. Вы чувствуете себя в семье не реализованной, не важной и не нужной. И первым шагом к тому, чтобы решить эту ситуацию, будет именно определение своего достойного места в вашей семье. А не с этим мужчиной на работе. Но это опять же, опять же, это все в результате индивидуальной консультации с вами. Всего вам еще раз самого доброго. Продолжение следует...